Как изменить адрес проживания, никуда не переезжая? Об этом теперь знают жители дома на улице Вольского 24 в Петропавловске, а точнее Вольского 24-Б. За последние несколько лет адрес их проживания менялся несколько раз. Как рассказали жители, на углу дома долгое время стоял заброшенный недострой, но несколько лет назад его решили довести до ума. А для этого надо было провести межевание земли. Строение, которое, по словам местных жителей, числится как двухуровневая квартира, так и не достроили, но адрес присвоили Вольского 24-А. Это заявлено как двухуровневая квартира. Но самое интересное, что вчера я посмотрела на кадастровой карте, публичная наша по Камчатскому краю, она все-таки еще идет как объект незавершенного строительства. Сам дом, который раньше имел адрес Вольского 24, состоит из трех строений. В первом три подъезда, во втором и третьем еще восемь. Последним как раз и присвоили новый адрес Вольского 24-Б, так как между первым и вторым строением находится недострой, имеющий адрес Вольского 24-А. Самое интересное, что жителей дома о смене адреса никто не предупредил. Они узнали об этом случайно. Когда пошли подавать заявку в ЖКХ, там перегорели лампы, я ходила сама лично, и девочки сказали в канцелярии, что у вас происходит смена адреса. Адрес дома сменился так, что жильцы не были поставлены в известность, как они должны были быть поставлены по правилу. Должны быть информационные какие-то листы на подъездах, на досках объявления. Плюс, насколько я выясняла, что как минимум трое жильцов должно было присутствовать на слушаниях публичных, чтобы озвучить смену адреса. Анжелика сразу же приступила к поиску официальных бумаг, где прописано, почему и когда дому поменяли адрес. Она также поинтересовалась, почему об этом не предупредили жителей. Я попросила их распечатать приказ, который они в канцелярию получили 07.10.19 года, но сам приказ от 25.12.18 года. И на тот момент в этом приказе мы, получается, уже как Вольского 24, строение один. То есть никто об этом не знал, вообще никто не знал, что мы были, оказывается, еще и строение один. Мне писали, что информация была на сайте «Град Петра и Павла» электронная газета. Она выходит и в печатном виде у нас, и на сайте «Электронной газеты» можно посмотреть, почитать. Мне ссылку дают, что там были озвучены, что будут предварительные слушания по поводу изменения адреса. По словам людей, изменение адреса дома противоречит всем правилам и нормам, так как дом на Вольского 24-б начинается с 43-й квартиры. Остальные 42 остались в подъездах дома на старом адресе Вольского 24. Это нонсенс, потому что это нарушение СНИПов, строительных нормативов, которые приняты в 2003 году, что все дома должны начинаться с первого подъезда, с первой квартиры, первого этажа, счет слева направо. Большинство людей не спешит менять свое свидетельство о собственности квартиры и документы, где указано место жительства. По их словам, это лишняя трата денег и времени. Вы берете выписку откуда? С Росреестра. Выписка с Росреестра без синей печати 400 рублей. С синей печатью, если там предоставление на какие-то официальные в банк или еще куда-то, да, то есть более серьезные какие-то проделывать движения по смене адреса, то там нужно синей печатью, там, по-моему, рублей 800-900. Но суть в том, что на нашем доме еще как минимум 3 ИП. То есть, представляете, это весь пакет документов полностью. Плюс что еще за собой тянет? Смена адреса. Перепрописка всех членов семьи, как соответственно, да, плюс смена документов на транспортное средство, да. Поменять нам надо будет паспорт, это изначально, да, опять же, госпошлину заплати, а также этот ЕГРН, да, опять же, сделать запрос, это все в Росреестр. Вот, ну, потом что у нас, военные билеты надо поменять, где тоже, если вовремя не поменяешь, будет штраф наложен там до 2000 рублей. Вот, потом у нас что, пенсионный там можно позвонить. Вот, в связи с рождением тоже надо будет оплатить замену детям, потому что это все фиксируется. А потом что ТСС, ну, паспорт водительское, тоже опять вовремя не сделаешь, опять заплати, там тоже порядка даже до 5000 доходит. Людям, которым понадобилось действующее место проживания, все же пришлось смириться с ситуацией и поменять документы. Но таких жильцов оказалось немного. У нас сменилось несколько семей, то есть сменили несколько семей прописки по той простой причине, что кому-то нужно было детей оформлять в школу, кому-то в детский сад, то есть нужно прописку. А предоставить какие бумаги? Ну, если школа там какие-то идет как-то навстречу, сад уже как бы более, да, серьезно требует, чтобы была прописка обязательно. По словам жильцов дома, насильно их никто не заставляет менять документы. Пока только предупреждают о необходимости это сделать. Просто говорят, меняйте и все, меняйте. Или будет штраф. По словам жителей дома, в разных организациях города числится разный адрес, где-то старый, а где-то новый. Что же за неразбериха с домом, почему ему решили сменить адрес, если долгие годы всех устраивало прежнее? За ответом на эти вопросы редакция Масс Медиа Ньюс обратилась в администрацию города. Там рассказали, что все законно. На кадастровый учет строения дома поставлены не как единый жилой комплекс, а как самостоятельные объекты, каждый из которых должен иметь уникальный адрес. Если же жильцы хотят присвоить всем строениям один адрес, их надо поставить на учет как единый комплекс. А по закону это уже реконструкция. Нужно подготовить документы, провести экспертизу и получить разрешение на строительство. После этого необходимо еще и разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. Также в мэрии добавили, что возвращение привычного адреса всем трем строениям должно делаться за счет собственников квартир, так как изначальное изменение адреса прошло на законных основаниях. Такое решение проблемы жильцам дома на Вольского 24-Б не нравится. Нам, получается, придется обращаться к специалисту кадастровому инженеру, который будет делать опять план межевания объекта нашего дома полностью. Паспорт может быть даже понадобится. Мы не знаем, в какую-то сумму встанет жильцам. То есть, чтобы нам вернуть адрес, который мы, в принципе, не собирались менять и не хотели, и вообще об этом не знали, нам придется сейчас выложить крупинкую сумму, скорее всего. Масс Медиа Ньюс следит за развитием событий.